Привет! Это видео будет про Каппадокию в Турции. Большой обзор, что здесь есть, что посмотреть и кратко. Но кроме воздушных шаров, здесь есть красивые долины, смотровые площадки, отели в пещерах и вот такие места, в которые сейчас нахожусь. Это музей под открытым небом. В этом видео расскажу, когда лучше ехать, где лучше остановиться, где мы остановились. Мы с вами приехали в Каппадокию в ноябре, потому что так вот совпали авиабилеты и наши планы. Здесь все равно очень много туристов. Я даже боюсь представить, сколько здесь сезон, потому что сейчас их очень много. И поэтому я советую приезжать в ноябре, либо в октябре, либо в мае, когда сезон в Турции еще не в разгаре. Приехали мы сюда, кстати, самостоятельно на машине. Брали машину в Анталии, в аэропорту Анталии. И едем по перебережью Фетхиэй, Анталия, Кемер, Сидея. И вот в Каппадокию приехали. Также были в Памуккале. Брали машину на Майронте Кар, ссылку я оставлю внизу на этот сервис. Он русскоязычный и сотрудничает с местными прокатчиками. Также можно, кстати, сюда добраться через Стамбул, если вылететь напрямую в Каппадокию. И здесь есть рядом аэропорт. Вот он так вот выглядит и называется. Я специально сейчас делал ставку. И еще сюда можно добраться экскурсиями. Через Аэротрипстер, либо Спутник. Я на них ссылки оставлю. Можете посмотреть, сколько стоит. Остановились мы, кстати, в Гюреме. Это город, который находится в самой центральной части Каппадокии. И если искать, где лучше остановиться в Каппадокии, в этом национальном парке, то идеальным будет как раз Гюреме. Отсюда можно, из Гюреме можно добраться пешком в разные места. Близлежаешь. Например, вот в этот парк, в музей под открытым небом. Приехали в музей под открытым небом. Парковка стоит 10 лир. Вход 100 лир. Получается, у нас на двоих вышло 200 лир. Что довольно-таки, кстати, недешево. Сейчас пойдем смотреть, что там есть за эти деньги. Вот это вход в музей под открытым небом. А это очередь в не сезон, в Каса. Схема музея. Можете остановить видео и посмотреть. Вот я попробую сразу все взять. Кстати, туристов довольно-таки много. Даже для конца сезона. Вот, посмотрите. Вот главный турист. Как думаешь, если раз сюда приезжаешь, как ты говорил, стоит сюда приехать? Ну, мы уж все-таки раз здесь. Не, нахер. Мне кажется, дальше в долину, где тоже можно будет внутрь заходить, будет покруче. Собственно, вот так вот мы дошли где-то почти до конца этого музея под открытым небом. Ну, на мой взгляд, турки, конечно, берут слишком много денег за него. Но вот сейчас посмотрим, может, нам хоть здесь понравится. Хорошо сохранились. Ну, вот это мы вам не покажем за 100 лир. Будет только еще дополнительно 30 лир. Почему бы и нет? Еще, кстати, про музей под открытым небом. Выделяй, стоит на это место около часа, не более. Потому что он не такой большой и состоит из таких маленьких зданий, внутри которых есть фрески и пещеры. В принципе, все. И внешне он выглядит гораздо симпатичнее, чем внутри. Расскажу кратко, как образовалась Каппадокия. Все довольно просто. Несколько вулканов выбрасывали сюда свои породы, из которых основные два материала это базальт и туф. Базальт это твердый материал, туф это мягкий материал. Приехал сюда народ, не помню, как он называется, и начали строить здесь вот города. Как подземные, так и вот наверху города, получается, в скалах. И высекая вот это, как раз этот туф, который был, собственно, мягким материалом. Они построили здесь города. Дальше сюда приехали иконописцы из Европы, которых оттуда прогнали, я так понимаю. И начали здесь все разрисовывать. Поэтому города стали красивыми изнутри. И вы, собственно, это увидите, если посетите музей под открытым небом, либо подземных городах, которых здесь очень много, они многоярусные. Мы еще в них не были, но скоро побываем обязательно. Все, спустились на самое почти дно этого города. Деринку однозначно рекомендую сюда приехать. Вход стоит 65 лир. Не, 60 лир на человека. Это тут так высоко. Пока мы спускались, мы где-то, наверное, метр сорок, наверное, для людей нормально. А тем, кто выше, придется сгибаться. Это первый этаж из восьми. Прикольно. Восьмиэтажный дом, только вниз. Да. Пошлите вниз. Это вниз дорога, надеюсь? Ну, красная стрелочка внизу какая-то. Это она вниз идет, реально. Просто как грейли на каких-то. Тут немножко кластрофоза может быть. Привет. Да уж. Капец, они здесь все накопали. Я в детстве мечтал такие штуки строить. Я в снегу строил их. Отдай кластрофоба. Отдай кластрофоба, да. Ой, подземный город, очень стоит посетить. Как минимум, это очень необычно. Вот, находится он немножко вдалеке от Горьбе. Мы ехали 30 минут на машине. И возникла-то Каппадокия. Далее начали летать воздушные шары, показывать эту местность. Потому что, возможно, место, кстати, уникальное в плане климата и ветра. Поэтому здесь очень часто летают воздушные шары. Я этот вопрос не изучал. Но, приезжая в Каппадокию, обязательно стоит полетать на воздушном шаре, если вы не боитесь этого делать, как я. Но, кстати, сейчас, когда я записываю видео из Каппадокии, мы приехали на 3 ночи. Сегодня шары не взлетали вообще ни одного. Поэтому, из-за ветра. Поэтому, если вы приезжаете, планируете приехать в Каппадокию, обязательно бронируйтесь как минимум 2 ночи, а желательно 3 или 4, чтобы точно полетать. Потому что, если полет отменяется, он переносит на следующий день. Вам об этом сообщают. Мы бронировали полет на Get Your Guide. Ссылку я оставлю на нашу экскурсию внизу. Нам позвонили просто за день до полета и сказали, что полет переносит на следующий день. Либо мы можем вам вернуть деньги. Мы выбрали, разумеется, перенос, потому что не каждый день приезжаешь в Каппадокию полетать на шарах. Интересный момент, который я не знал, что кроме лета шары летают и зимой. А зимой здесь выпадает снег, все подсвечивается очень красиво. И я думаю, что зимой здесь не менее круто полетать на воздушном шаре, чем летом. По Каппадокии есть два основных тура. Это зеленый и красный тур. Я так понимаю, это как маршруты. Вот здесь я перечислю эти места. Вот получается зеленый тур. Можете оставить видео. А вот красный тур. Эти экскурсии можно взять заранее. Также через Get Your Guide, либо через Tripster или Sputnik. И быть подготовлены ко всему. Из основных мест, которые стоит посмотреть, вот я их выписал себе в телефон. Это музей под открытым небом. Это долины. Их тут около 10 или даже 12. Но основные это, например, вот Розовый, Красный, Долины Любви и Долины Монахов. Которые вот нам больше всего понравились. Также мы обязательно посетим Долину Ихлара и крепость Дзеленкую. То есть они находятся немножко за пределами центральной Каппадокии, Гереме. И нужно выезжать. Скорее всего мы съедем туда завтра. И я вставлю в это видео обязательно. Кроме Долин здесь очень много смотровых площадок. Здесь я их не смогу в этом видео показать. Но обязательно мы основные интересные площадки покажем в тексте про Каппадокию. Поэтому переходите по ссылке под видео. 8 местов шаров. И они опускаются так, прям на твоей головой. И даже всякие дроны и прочее опасно запускать. Потому что они очень близко. Мы приехали сразу на машине, прям на смотровую, чтобы согреваться. Потому что шары летают около часа. И они все кружат вокруг. Поэтому ты сейчас на них любуешься. Но от этого руки отмерзают. Особенно когда я снимаю для вас. Видно куда дует ветер. Потому что все от нас улетели вот туда. Но еще около нас много шаров. Вот они все взлетают. Приехав в Долину Феи, мы поняли, что Долины Феи нет. Это Долина Монахов. А домики, которые в Долине Монахов, это домики Феи. И я вам так скажу, что перед посещением музея под открытым небом, приезжайте сюда. Потому что здесь очень красиво. И, возможно, музей вы посещать не захотите. А билет стоит здесь сюда 25 лир. Вот так вот выглядят. Ну, мне напоминает, если честно, Паганки в лесу. Но вот, я так понимаю, вот это. Это домики Феи. А вот это все Долина Монахов. А вам что напоминают? Однозначно рекомендую приехать именно в Долину, получается, Монахов. Потому что здесь можно погулять между этими скалами, что очень круто, потому что в других долинах это сделать сложнее. И они как бы не так сосредоточены все вместе. На данный момент нам больше всего понравилось во всей Каппадокии, кроме шаров. Это Долина Монахов, первая. Долина Пиджи Воллой, Долина Голубей. И смотровая рядом с Хеллин Кейв Хотел, где мы, собственно, остановились. И вам советуют тоже отель. Он очень классный. Ссылку на него оставлю внизу. И там классная смотровая, где-то, наверное, в 4-х минутной доступности пешком. И я советую туда подняться ночью. Там очень красиво. Ну, либо вечером, когда зажигаются огни. И кратко еще хотел вам рассказать, где поесть. В Гурме, ну и вообще в Каппадокии. Первое место это Гурме Кебаб. Мы сегодня там ели. Я вот сейчас покажу цены. Если снял на видео, не помню. Но вроде снял. И второе место это Завтраки. Обязательно остановились в отелях с завтраками. Потому что это довольно удобно. Завтраки начинаются обычно в 8-8.30. В нашем отеле, где мы остановились, очень классные завтраки. Ссылку на него я оставлю внизу. Отель как бы типа в пещере. Но он теплый. Поэтому это важный момент, если вы приезжаете в не сезон. И место для кофе. Кинз Кофе Шоп. Он находится также рядом с нашим отелем, как и смотровая, о которой я говорил ранее. Потому что это все в центре, в самой центральной части Гурме. Там обязательно попробуйте Салеп. Это местный напиток. Надеюсь, вам он понравится. А вообще там очень много разных видов кофе. Есть куча разных фильтров. Кто любит черный кофе. Поэтому однозначно рекомендую. Приезжать лучше в не сезон. Потому что даже сейчас в ноябре здесь очень много народу. Очень много народу. А сейчас ноябрь. И температура с утра минус 7 градусов. Если вы приезжаете летом в комфортную температуру. Думаю, туристов будет здесь x10. Поэтому советую приезжать либо в октябре, во второй половине. Либо где-нибудь в мае, даже в апреле. Я не так скажу, что фанат высоты. Поэтому мы решили посмотреть на все это со стороны. И смотрели со стороны нашей смотровой площадки здесь рядом с отелем. А наши друзья полетали. Они сейчас еще находятся там, пока я записываю видео. Они брали по моему совету на сервисе Get Your Guide. Ссылку на их экскурс, который они брали, оставлю внизу. Вроде все хорошо. Им понравилось. По крайней мере, что они мне сейчас написали. Вот, жду их. Посмотрите отдельное видео про полет на воздушном шаре. Я его, надеюсь, запишу и выложу. Там будут комментарии от моих друзей. Рад был записать для вас это видео. Обязательно переходите в текст внизу по ссылкам. Там будет все подробно. Много фотографий, упорядоченной информации. Потому что видео немножко, думаю, менее структурировано получится. Потому что очень холодно записывать. Все. Каппадоке нам очень понравилось. Здесь классно, особенно вечером. Поднимайтесь, кстати, на смотровую не только днем, но и обязательно вечером. Все. Пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok